бам всем привет вы на канале гараж 28 сегодня будем делать софтбокс автономный на аккумуляторах как в прошлый раз но это будет версия 2.0 светодиодная лента 5 вольтная вот кстати первая версия я на лайв канале его заплавлял термоклеем работает отлично в работе на первом цикле то есть на полной зарядке и разрядке он проработал около 30 часов где-то 28 29 вот так больше его пока не гонял так нашелся аккумулятор я его уже протестировал около 4000 миллиампер 4270 на деле где-то 3904 вот так он берет заряд разряд прогнан 3 или 4 цикла фольгированный гетинакс так и не нашел обычного гетинакса будем использовать фольгированный и возьмем сегодня наверное самый максимальный корпус потому что у нас довольно большой аккумулятор хотя можно было бы разместить и в этом но здесь уже не остается места у нас под контроллер зарядки и под стабилизатор напряжения поэтому берем чехол от нот 5 абсолютно не нужны у нас остается пустое место под две платки одна у нас будет юсби быстрее все как-то сбоку сделаю и вторая плата tp4056 у нас будет зарядкой быстрее все вот сюда мою запендюре все почти встает немножко совсем доработать кое-где что-то прорезать все залить термоклеем сверху пластина хочу будет выключатель и наклеиваем ленту принцип ясен отличие от первой версии в том что здесь у меня нету стабилизатора напряжения и usb гнезда то есть вот этот софтбокс фонарик так скажем у нас будет с функцией power bank а в отличие от первой версии осталось найти еще выключатель кстати заметьте сколько еще аккумуляторов это даже не половина здесь остались только 18 650 дома еще не один десяток обычных аккумуляторов литий-ионных и от планшетиков и от обычных сотовых телефонов типа вот таких но это то уже вздутые полностью на ликвидацию лежат дома сейчас проходят тестирование другие аккумуляторы со временем я их протестирую и тоже запущу в самоотделки то есть постоянно будут какие-то проекты на аккумуляторах ближайшее время приступаем к изготовлению погнали а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, схемку спаял... В общем, аккумулятор почти 4000 мА, контроллер зарядки, в разрыв питания стабилизатора 5-вольтного и самой светодиодной пластины поставлен выключатель. Видно, что он работает, плюс сразу загорается стабилизатор. Некоторые скажут, как же насчет функции Powerbank, что когда ты включаешь выключатель, здесь появляется напряжение, по сути можно заряжать телефон, но у тебя горит матрица. Второй выключатель я ставить не буду, то есть чтобы выбирать можно было Powerbank или же сами светодиодные ленты. Потому что, как показала практика на первом софтбоксе, светодиоды берут очень немного силы тока и вот он реально проработал почти 30 часов. Здесь еще на 1000 больше мА, то есть он далеко, наверное, за полтора суток уйдет в плане разрядки. Да, во время свечения будет чуть-чуть поджирать вот эта плата и да, во время режима Powerbank будет чуть-чуть поджирать заряд аккумулятора именно сами светодиоды. Но в этом нет ничего страшного. Если возникнут еще какие-то нюансы или неудобства в этом плане, то я добавлю потом второй выключатель. Вам же я сразу как бы сделал оговорку на то, что вы можете сделать два выключателя, один на режим Powerbank, на выход 5-вольт, второй на свечение, если вам это нужно. Мне это не нужно, поэтому я собираю так, как есть. Итак, схему мы проверили. Стабилизатор у нас работает и светодиоды у нас горят. Проверим даже USB тестером. Ага, все работает. 5,8 вольта. И опять же наперед скажу, что найдутся в комментариях ребята, которые скажут, типа ты опять подключил светодиодные ленты не на 5 вольт, а на выход напряжения с аккумулятора, то есть около 4 вольт. Если бы и светодиоды подключить к 5-вольтному выходу со стабилизатора, они горели бы еще ярче. Да, они будут гореть еще ярче. Вполне возможно, что они будут сильно греться. А вот этот софтбокс за 20 с лишним часов вообще не нагрелся. Поэтому я и не хочу, чтобы они светили от 5 вольт. Пускай они светят от 4 вольт. Давайте даже замерим напряжение, которое сейчас на них. Аккумулятор полностью заряжен. Да, напряжение 3,9 вольта. И они все равно ярко горят. Это как раз еще один плюс в копилку пауэрбанка. То есть напряжение чуть меньше, соответственно, сила тока тоже чуть меньше. И расход электричества на свечение, соответственно, меньше. Больше уйдет на пауэрбанк. Все. Осталось собрать только все в корпус и протестировать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... блин а муха испортил свой коврик термоклеем и он оттуда не достается ладно и так очередной софтбокс да в разъем были вставлены специально штакера чтобы термоклей не затек внутрь и так получился такой вот софтбоксик в корпусе здесь просветы закрыл белыми ярлычками пластиковыми немножко не аккуратно вот с этой стороны все получилось потому что глубины не хватает просто не хватает реально глубины чехла но более-менее принципе мне нравится все светодиоды горят если сравнить с предыдущим здесь в длину на два ряда больше и в ширину на один ряд тоже больше и так два готовых софтбокса я буду использовать именно в съемках именно для настройки света и этот софтбокс у нас еще обладает повар банком вот смотрим выдает 5 вольт да согласен немножко неудобно что во время использования функции повар банка горят еще светодиодные ленты но можно сделать вот так и все опять же если бросить вот так и в темноте будет видно что здесь идет свечение это лишняя напоминалка о том что работает режим зарядка power bank так теперь проверим как он заряжается здесь нужно еще чуть-чуть подрезать термоклей как обычно горит красный индикатор во время зарядки когда зарядится аккумулятор само собой загорится синий то же самое у нас и на предыдущей версии тоже горит красным когда загорится уже будет синий такой вот очередной софтбокс вот их две версии первая вторая так скажем средненький крупный опять же хорошая мысля приходит а после так не свети видно что здесь зазор намного больше чем здесь я не считал ширину ленты и ширину вот этой пластины можно было немножко сделать со сдвигом чтобы они равномерно ровно шли по длине софтбокса но это ерунда опять же это самоделка для личного использования и мне нравится и несмотря на то что уже вроде бы сделано все что только можно было сделать из светодиодных 5 вольтовых лент у меня на подходе еще будет третий такой светильник так скажем фонарик он будет именно как фонарик то есть такой же принцип работы это у нас чехол от lenovo a6010 я уже подогнал пластину в размер и здесь будет стоять вот этот аккумулятор если он конечно нормально себя в циклах пока покажет это у нас аккумулятор от смартфона philips заявленная емкость 5000 мили ампер довольно прожорный получается самый мощный наверное из всех которые здесь есть то есть здесь поставят две полторашки здесь стоит почти четверка а это пятитысячный но лента у меня осталось совсем немного не знаю хватит или нет по моему на 7 рядов хватает здесь у нас было раз два три 4 5 6 7 7 рядов сюда надо будет наверно 8 пендюрить то есть да приблизительно вот так но не знаю как получится посмотрим возможно неправильно посчитал тем не менее третий видеоролик само собой будет я его запущу наверно на лайв канале чтобы не засорять одним и тем же контентом основной канал там маленькая активность поэтому пускай такая вот самоделочка будет на лайв канале итак это первая версия по ней видеоролик был это вторая версия с режимом power bank а итак кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на основной канал на лайв канал на котором будет видеоролик по третьему софтбоксу вступайте в нашу группу вконтакте подписывайтесь на инстаграм все кто подписан на инстаграме за несколько недель уже по фотографиям могут заранее понять что будет на канале потому что то что я снимаю это неделю приблизительно лежит через неделю она смонтируется и до публикации возможно еще через полмесяца доберется то есть контент идет с довольно большим запозданием но я не переживаю о том что у меня кто-то опередит у меня нет какого-то хайпового контента на котором можно срочно как бы быстро сорвать какие-то просмотры короче это вообще все не про меня итак раз софтбокс 2 софтбокс и будет 3 софтбокс всем спасибо за просмотр всем как всегда всего самого наилучшего и всем пока так хорошо бы найти хороший неодимовый магнит идея именно третьего софтбокса будет как автомобильный фонарик то есть он будет валяться в бардачке это у меня коллега попросил такой в машину сделать что увидел именно фотографии вот этого сразу понял что есть даже публикации видеоролик и вот этот фонарик мы сделаем ему будет немножко попроще немножко поколхозник шпунцу пауэрбанка можно конечно пятитысячный вставить благо опять же много места но посмотрим как получится мне очень не понравилось что вот этот usb разъем он очень высокий в этом пауэрбанке мне пришлось отрезать кусок платы хотя это даже не помогло плюс я загнул вот эти выступающие не контакты ну пластины которые держат сам разъем и все равно вот это очень высокое получается место на плате из-за этого здесь прижим практически пластина не защелкнулась за чехол так если присмотреться довольно коряво выглядит хотелось бы немножко хотелось бы или немножко поглубже чехол или немножко поуже плату поэтому я не сторонник вставлять этот пауэрбанк как видим даже если спустить сюда контакты зазора то нет вообще то есть сюда мне пластину вот эту нормально не засунуть поэтому стабилизатор напряжения в третьей поделки не будет соответственно и функцию пауэрбанка тоже не будет просто аккумулятор светодиодная лента на панели и контроллер зарядки и выключатель больше ничего и не надо а алды кстати алды наверно вспомнить этот чехол в нем уже был однажды пауэрбанк здесь вот был выключатель а здесь как раз контроллер зарядки торчал этот пауэрбанк был с солнечной батареей здесь он был наклеен сейчас найду даже тот пауэрбанк уже переделан вот он тоже не знамо какая версия пауэрбанка он до сих пор рабочий вот эта панелька была у нас вот здесь это панелька от китайского пауэрбанка который со временем у нас сдухо тут даже показывает напряжение 415 малярным скотчем заклеена потому что когда на солнце как ну прислоняешь термоклей начинал течь поэтому было вот такое решение белая не греется как известно так где у нас зарядочка этот пауэрбанк до сих пор рабочий так вот это уже сам забыл как его заряжать 422 то же самое контроллер питания tp4056 красный светодиодик когда зарядиться загорится синеньким здесь режим пауэрбанка включаются на стабилизаторе на выходе на юсб разъеме само собой появляется напряжение 5 1 вольта здесь 44 показывает это напряжение показать перед стабилизатором после стабилизатора 5 вольт пауэрбанк до сих пор работы интересно он сейчас будет заряжаться от фонарика или нет да как видим зарядка пошла красный светодиод загорелся именно от галогенового свечения очень хорошо заряжается интересно светодиодов забудет заряжаться или нет туда тоже идет зарядка но очень слабая а вот вторая панель не заряжает первое хорошо заряжает видно а вторая панель не заряжает вообще так от галогенового освещения тоже не заряжает короче китайский powerbank это был быстрее все это вообще не солнечная батарея какая-то подделка есть мысль попробовать и сделать подобие так скажем бесплатной альтернативной энергии кстати возникла мысли попробовать сделать вы поняли да солнечная панель которая будет питать светодиоды которые будут светить на панель которая будет опять в общем цикличность но здесь само собой кпд кпд панели будет ниже напряжение будет слабее светодиоды будут слабее светить и опять же просто будут потери на этих потерях бесплатная энергия потеряется очередной бестопливный генератор энергии разбился об основы физики идея интересная но почти нереализуема потому что будут потери я более чем уверен то равносильно что взять двигатель и взять генератор подключить друг другу жесткая валы крутануть их то есть генератор с вращения начинает вырабатывать напряжение которое тут же уходит на двигатель и заставляет его крутить двигатель крутится и опять же крутит генератор все бы работало в какой-то идеальной вселенной но не в нашей потому что на подшипниках у нас будет скольжение плюс гравитация плюс потери на проводах плюс еще что-то плюс низкий кпд генератора и того напряжение теряется и система просто дохнет ой наговорил херни ладно всем пока